Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами, как вы думаете, что? Мукбанг! И начать я хочу с того момента, что покажу все, что у нас здесь есть. У нас оливки. Смотрите, какие они аппетитные. Вот пока это все расставляла, я не удержалась и уже пару штук съела. У нас здесь кофе, вот такой вот болгарский перец разноцветный, который я очень люблю, красный и оранжевый. У нас здесь шпинат, витаминчики, все такое. И самое главное, из-за чего мы все здесь собрались. Выглядят рулеты внутри вот так вот. Мне кажется, очень аппетитно, вы посмотрите. Обожаю эти рулеты. Рецепт вы можете найти на моем кулинарном канале, который называется iCook. Я буду есть прям руками. Буквально полчаса назад позвонил мой брат. И начал меня ругать. Как это вкусно, ребят, как это вкусно. Это просто деликатес. Он говорит, что он видел мое видео, где мы сидим в бургер-стейшн. И там очень плохо видно, что именно мы едим. И его такое раздражает. Он любит, когда мукбанкер вот так вот сидит, и прям вот видно, что он именно засунул в рот. Вот так. Начал мне по полочкам. Это все. Для меня мой брат это авторитет. Если он что-то говорит, я срочно стараюсь это исправлять. Он читает комментарии и говорит, что меня не игнорирует. Говорит, люди вот что пишут. Поэтому я стараюсь прислушиваться ко всем вашим комментариям. Может вам маслины надоели, но мне нет. Они просто настолько вкусные. И так, знаете, было всю жизнь. Всегда слова моего брата для меня были авторитетом. И он очень любит мукбанки. Он обожает просто этот жанр видео. И можно сказать, как только я выкладываю видео, он сразу смотрит. И мне пишет свои замечания. А я, следовательно, стараюсь как бы исправлять. Он так смешно сказал. Он говорит, сидишь где-то, говорит, на Камчатке. Камера стоит где-то. Вы я лама. Я так начала ржать, когда он начал меня отчитывать. Обалденные просто рулетики готовятся буквально за 5-7 минут. Мне кажется, для праздничного стола незаменимая штука. И очень красиво и внешне. Скоро Новый Год. Я хотела назвать это видео итоги 2019 года. В конце видео как раз таки подведу итоги этого года. А сейчас хочу поговорить немножко о другом. У меня на рабочем наш коллега, представляете, выиграл стиральную машину. Мы безгранично рады за него. Если честно, я всегда думала, вот эти акции, компании, магазинов техники, это все лохотроны, если честно, я так думала. Живой пример. Человек просто выиграл стиральную машину. Я такая подхожу к нему и говорю, да ты серьезно. Неужели в Новый Год бывает такое волшебство? Реально без зависти, без ничего. Я реально была настолько рада за него. Как будто он квартиру в Москве выиграл. Ну реально, я никогда не верила в это. В какие-то гивауэи, где выигрывают машины. Честно, я никогда не верила. Один раз даже, знаете, мне нужно было ноутбук купить. Никакая разница, в каком магазине покупать правильно. Я узнала, что в одном из магазинов, в Баку, проходит в лотерею. Ты покупаешь на сумму от 500 монат технику и получаешь купон. Если меньше 500 монат, то не получаешь купон. Так как мой ноутбук стоил что-то в районе тысячи, по-моему, даже больше, и мне должны были дать два купона. Я не знаю, внутри меня было такое чувство, что Айка, ты выиграешь. Ты выиграешь машину. Вот что-нибудь, да ты выиграешь. Я посмотрела цены, прикинула, так получилось, что в этом магазине где-то процентов на 20 было дороже. То есть тот же самый ноутбук в другом магазине стоил на 20% дешевле. Даже где-то на 25%. Я подумала, ничего, переплачу. Зато куплю в таком огромном магазине, в котором есть гарантии, все дела. И еще обязательно что-то выиграю. Пошла. Взяла вот эти две лотереи. Там нужно было стереть сверху защитную какую-то пленочку. И там либо написано попробуйте свою удачу еще раз, либо написано машина, не знаю, блендер, миксер. В общем, ваш приз. Не знаю, почему я была настолько уверена, что хоть что-то да я и выиграю. Я стерла. И ничего, ноль. Попробуйте свою удачу еще раз. И тут меня осенело. В других магазинах техники были акции наподобие купи ноутбук, получи мышку, купи ноутбук, получи в подарок чехол. А я пошла именно туда. В таких вещах никогда мне не везло. В каких только гива-вэях я не участвовала, никогда ничего, ни рубля, ни ручки, не знаю, никогда ничего не выиграла. И вот именно поэтому, потому что я никогда ничего не выиграла, я думала, что это какой-то лохотрон. Но, как видите, нет. Люди выигрывают. Реально это радует. У меня была одноклассница. У нее действительно была сложная жизненная ситуация. Так сложилось в жизни, что у нее не было ни отца, ни мамы. Но она была очень умная, очень, знаете, такая пробивная девочка. Красивая, воспитанная. В общем, идеальная девочка. И в тот период, как раз-таки под Новый год, продавали соки жаля. Жаля называются эти соки. И когда ты покупаешь этот сок, на кассе тебе дают вот как раз таким, такую карточку. Ты стираешь сверху вот эту вот пленочку. И там написано подарок, либо попробуйте свою удачу еще раз. Испытайте свою удачу еще раз. Наверное, каждый раз покупала именно этот сок. И вы представляете, два раза она что-то выиграла. Из где-то восьми или семи раз, я уж точно не помню, сколько раз она покупала этот сок. Она два раза что-то выиграла. Один раз она выиграла кувшинчик такой. Мелочь, да приятно. А второй раз соковыжималку для апельсинов. Правда, опять же, не очень полезная вещь, но, блин, так приятно. А я сколько не покупала этот сок. Наверное, кассетами просто. Ничего не было. Но она, опять-таки, была достойна этого. Вот с тех пор я помню, что некоторые люди в таких марафонах, гиувейах что-то выиграют. Но я сама никогда ничего не выигрывала. Ну и да ладно. То есть я не сильно расстраиваюсь по этому поводу, потому что я же ничего не вкладывала в это. Одно дело, ты покупаешь лотерею, вкладываешь в это деньги и потом ничего не выигрываешь. Не участвовала в каких-то азартных играх. Для меня это всегда было неинтересно. Какие-то игровые автоматы и так далее. Это вообще не мое. Это как уже болезнь, мне кажется. Еще мы сегодня целый день... Почему я снимаю вечером? Потому что мы сегодня целый день с мамой убирались дома, готовились. Готовили что-то. Не для Айкука, кстати. Просто для себя, для дома. Должна приехать из деревни моя тетя со своей внучкой. Внучка у нее вообще прелесть. как вам моя новая помада? Как вам моя новая помада? Вот как вы думаете? Пишите в комментариях. Еще также в этом видео хотел подвести итоги этого года. Так как скоро Новый Год. Когда особо такой, знаете, новогодней атмосферы нету. На улице жарко. Я еще не ходила за документами, потом на работе была. А все, почему? Почему я столько бегу за документами, ребята? Все из-за того, что когда-то, через 50 лет, мне дадут пенсию. И вот когда я выйду на пенсию, чтобы я получала достойные денежки. Столько мороки из-за пенсии. Я работаю официально. Я думаю, что потом очнуться в 65 лет с мизерной пенсии, это будет обидно. Поэтому я вот с ранних лет, сколько я работаю? Ну, где год я работаю, ребята. Собираю документы, все это оформляю. Там такие очереди, господи. Так вот, что касается достижения за 2019 год. Самая главная моя мечта заключалась в том, что я хотела 100 тысяч подписчиков. Но, к сожалению, у меня это не получилось. Я думаю, что 100 тысяч у меня будет где-то в феврале. Не беда, конечно, но, если честно, не очень приятно. Я просто поставила перед собой цель и очень-очень часто снимала. Как раз таки для этого. Одно из достижений то, что я получила диплом. А на следующий год цель, слушайте, получить права добиться числа 100 тысяч подписчиков. Это на 2020 год цели. на этом я думаю, на этом, я думаю, все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита, удачного Нового Года. Я не знаю, когда именно загружу это видео, может быть, даже и 30 числа. В общем, видно будет. Я считаю, что самое главное это гармония с собой. Все остальное это мелочи. Самое главное любите себя. Кушайте то, что вы хотите. Живите в свой кайф. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Спасибо, что смотрите меня. Тем более до конца. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok